Всем привет, вы на канале Мистер Кубик. Сегодня поговорим про призрачный и кровавый разлом, которые получили дополнение в мартовском патче. И здесь у нас речь идет не только о разломах в локациях полуостров падающих звезд и иннистре, но а также и в солнечных полях. Эти самые разломы вы будете видеть перед собой наглядно, ну и как всегда ссылочка на используемое видео будет в описании. И начнем давайте с призрачного разлома. Тот разлом, который есть сейчас, он остается без изменений. Теперь после убийства двух призрачных узурпаторов появляется рука, наподобие тех, которые можно найти на изначальном материке. У вас есть всего 2 минуты, чтобы ее сломать, потому что если за это время вы не управитесь, то никакого дополнения к разлому вы не получите. Так что здесь нам хорошо пригодятся танки. После чего на ее месте появляются два портала, ведущие к двум разным группам мобов. Данные мобы сильнее предыдущих и среди них также будут небольшие боссы. Их вы можете бить как вручную, так и с помощью тех же самых карпунов. Пройдя в первый портал, мы получаем квест на убийство 20 мобов. И в награду мы получаем 1600 очков чести, 10 военных заслуг и 10 штук запечатанной эссенции редкого грейда, куда ж еще бы не запихнули эти эссенции. У меня уже скоро место на складе кончится, я уже не знаю куда их запихивать. Если же быстро убить мобов из первого портала, то можно вернуться ко второму порталу, зайти в него и перенестись ко второй группе подобных мобов. Здесь же по квесту нам также нужно будет убить 20 мобов и в награду получаем мы 1600 очков чести, 10 военных заслуг и один мешочек с эмалевыми стеклами, открыв который мы получаем от 3 до 9 эмалевых стекол. После убийства двух вот этих усиленных групп мобов появится новый босс. Ну как новый, такого же мы конечно нигде не видели, уже не встречали в локации садматери, да? В военное время-то. Только у нас этот босс будет призрачный и послабее. Здоровье у него 10 миллионов 500 тысяч. За его убийство мы получаем 5 штук Дельфийских звезд и 20 штук запечатанных эссенции редкого грейда. С убитого босса мы также получаем и его лут, как с босса обычного, а это антикварный сундук с золотым замком одна штука, эссенции ярости одна штука на тысячу опыта для РБ шмота. И также запечатанная метистовая гравировка зловещего разлома одна штука. Понятное дело, что данный лут падает не каждому, а рандомно, так что кому-то повезет, особенно первое время, ведь эссенцию и гравировку можно продать на аукционе. Запечатанная метистовая гравировка зловещего разлома это новый тип гравировок. Открыв ее, так как она запечатана, мы ее получаем одну из шести новых граф, которые вставляются в шлем. Каждая гравировка специализирована под каждую основную боевую ветку. А это волшебство, гнев, нападение, коварство, преследование, безумие, это предварительное пока что ее название, и исцеление. Сейчас схилы, наверное, вот у всех есть еще одна ветка для использования, а у нас нету. Но про танков я вообще молчу, их даже, видимо, за основной класс не посчитали. Эти гравировки увеличивают урон в ветке умений, а для хилов это, конечно, эффективность исцеления, на 1%. Переходим дальше, и здесь у нас ночной, или кровавый разлом. Здесь у нас тоже начало разлома осталось таким же, без изменений. И после убийства двух узурпаторов также появляется рука, которую нам надо сломать за 2 минуты. Так что вызываем танки и стреляем. А время пострелять, вежда нами пальба. А вот теперь мучайся с этой песней в голове. Далее появится группа усиленных мобов с мини-боссами. После разрушения руки, мы автоматически получаем квест на убийство 20 таких мобов. И в награду за квест мы получим 700 очков чести и 10 штук запечатанных эссенции редкого грейда. Зачищаем это место от мобов, и затем на их место приходит еще одна группа мобов с подмогой. Подмога это босс, которого мы, правда, нигде никогда ни разу не видели. Что это? Новый босс! Вау! Здоровье у него 2 миллиона 800 тысяч. Здесь также есть квест на убийство 20 мобов, и в награду за него мы получаем 900 очков чести, 10 военных заслуг и 20 штук запечатанных эссенции редкого грейда. С самого же босса мы также получаем лут, который рандомно кому-то упадет, а это антикварный сундук с золотым замком 1 штука, эссенции ярости 1 штука на 1000 опыта для РБ шмота, и запечатанная аметистовая гравировка зловещего разлома 1 штука. И что же касательно разлома в солнечных полях, то теперь после убийства Анталона появится еще один босс, у которого здоровье 11 миллионов 600 тысяч. Здесь мы получаем награду за участие в сражении с боссом, а это 900 очков чести, 10 военных заслуг и 20 штук запечатанных эссенции редкого грейда. Ну и конечно раз это босс, то с него будет свой лут, а это антикварный сундук с золотым замком 1 штука, эмалевое стекло от 3 до 9 штук и запечатанная аметистовая гравировка зловещего разлома 1 штука. Ну и конечно с мартовским патчем разломы в игре станут куда вкуснее, я бы правда сделал их посложнее судя по видео. Для рейда эти усиленные мобы не представляют из себя какой-то сложности. В солнечных полях я бы сделал немного по-иному, наподобие как с парочкой, с ашьярой, с морфиусом, с марли сделали. Я бы допустим Анталона, который я сейчас убрал и вместо него поставил что-то среднее между нынешним Анталоном в солнечке и Анталоном, который сейчас находится в родах матери. Вот что-то среднее по силе я бы допустим поставил сейчас в солнечко вместо еще одного босса. Ну ладно, это мои мысли, а что вы думаете насчет этого всего пишите в комментариях. Ну и конечно не забываем прожимать лайки видео и подписываться на канал, чтобы ничего не пропустить. А на этом пока что все, всем до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok